В поисках уже мирной жизни им пришлось преодолеть сотни километров. Многодетная семья Пономарчук, родители и четверо детей, перебрались в Волгоград. Бежать пришлось из родного Донецка. Там война, спастись от которой удалось едва ли. Очень плохие истории, конечно, что невыносимо просто жить там было. Человека избивали, все, век набили, месяц шуховались, потому что, ну как, человека хотели забирать, воювать там в армию, век набили все. Просто невыносимо было уже. Человека тоже просили, чтобы пішел на Майдан. Когда войска Национальной гвардии Украины вплотную подступили к их родному городу, людей хватил повсеместный страх. За родных, семью, но больше за детей. Каждый день по населенному пункту работала авиация и артиллерия, вспоминает Игорь, глава семейства. Стрельба не прекращалась и ночью. Под градом пули и снарядов погибли соседи. Тогда-то и приняли решение во что бы то ни стало перебраться в безопасную Россию. Чтобы дойти пешком до границы, понадобилось трое суток. Прятались на чердаках жилых домов и видели, как бесчинствовала армия. Она думала, что уже все. А потом уже мы на чердаке едли где-то два квартала от квартиры с детьми. И там мы до утра подождали. И мы все увидели оттуда, как стреляют прямо в окно. В Донецке Игорь работал строителем, супруга в декрете. Зарплаты еле хватало на жизнь. Перебивались с хлеба на воду. От той жизни у них лишь горькие воспоминания. В Волгограде их приняли как родных. Соседи приносят еду и вещи. Абсолютно чужие люди помогают и рублем. Но денег не хватает. Последнее отдали за съем жилья. Тут в России серьезно. Люди вообще другие, добрее. Понимают соседей. Рассказываешь им, они смотрят и слезами на глаза плачут. Это вот по сравнению вот тот народ, брать, и российский. В России, я не знаю, более добрее. Я в шоке просто от вашего народа, от русского народа. Я всегда знал, но не до такого степени добрее. В Волгограде они находятся уже неделю. Дети до сих пор все помнят, но пытаются забыть. Любимая игра прятки. Или это уже привычка. На рисунках яркое солнце и светлое небо. Всего этого малышей лишили дяди в черных масках, которые не раз приходили к ним домой за отцом. Зорик, расскажи ты. Что? Ну, ты хочешь на Украину вернуться? Нет. Сейчас семья пытается получить документы и найти хоть какую-нибудь работу. Как отметили в Управлении социальной защиты населения, этим гражданам в первую очередь необходимо обратиться в Управление миграционной службы. Для координации действий создан специальный штаб. Действуют телефоны горячей линии. Продолжение следует...